Добрый день, дорогие друзья! И мы начинаем наш вебинар, который называется «Функционал и сервисы администратора библиотекаря университетской библиотеки онлайн». Собственно, для того, чтобы понять, какие у библиотекаря есть возможности, надо сначала понять, какие вообще уровни доступа есть в университетской библиотеке онлайн. А в наше ЭБС, которое является флагманским продуктом компании Директ Медиа. Во-первых, сегодня мы будем говорить об вот этой роли, которая здесь первая обозначена. Одну минутку, сейчас я включу рисовалку. О корневом пользователе. Если вы встретите понятие в контексте университетской библиотеки онлайн, администратор, корневой пользователь или библиотекарь – это означает одно и то же. С точки зрения уровня доступа – это означает одно и то же. Те уровни доступа, которые я здесь расписал, с точки зрения IT, они называются ролями. То есть роль, которая позволяет осуществлять доступ к тому или иному функционалу, к тем или иным возможностям, к тому или иному контенту и так далее. Так вот, корневой пользователь или администратор библиотеки со стороны ВУЗа – это высшая роль в рамках ВУЗа. Если говорить о ЭБС в целом, конечно, есть роли выше, которые управляет ЭБС на надвузовском уровне. В частности, те, которые раздают права ВУЗам и корневым пользователям ВУЗов. Но об этом мы не будем говорить. Эти роли – они наши, внутри корпоративные, и они неинтересны для вас. Итак, корневой пользователь – это самый главный пользователь, который управляет в том числе и правами остальных пользователей в ЭБС. Какие еще есть пользователи уровня доступа в ЭБС ВУЗа? Это прежде всего преподаватель, студент или читатель, ну и абонент организации. Абонент организации и преподаватель – это примерно одинаковые роли. Исключение составляет то, что у преподавателя есть некоторые функции специфические для процесса обучения. А с административной точки зрения это примерно одинаковые роли. Ну и, наконец, студенты – это, с одной стороны, это низшая роль по правам, а с другой стороны, это самая массовая роль. И, конечно, это та самая роль, для которой мы ЭБС и делаем. Если студенты не читают ЭБС, то зачем тогда она вообще нужна? Итак, ну сегодня о ролях преподавателя и студента мы с вами поговорили на моем прошлом вебинаре. Сегодня мы поговорим о правах корневого пользования. Не о правах, а о возможностях корневого пользования, о его функционале. Для того, чтобы, собственно, познакомиться с этими правами, надо войти в свой личный кабинет. Делается это следующим образом. Вот, видите, тут нарисована такая красная стрелочка, которая ведет на маленькую синюю кнопку в виде перевернутого треугольника. Вот этот перевернутый треугольник в увеличенном виде. И при нажатии на этот перевернутый треугольник, да, вот здесь вот заблурена фамилия. Здесь должна быть, скорее всего, ваша фамилия или фамилия того человека, на который выдается административный доступ. Личный кабинет, собственно, состоит из вот этих вот четырех пунктов. Ну, пункт «Выход» рассматривать не будем, это просто выход из вашей учетной записи. Вот любая из этих выборов ведет на вот такую вот страничку, или вот в такое вот окошко, где есть несколько вкладок «Профиль», «Мой ВУЗ». Это основная вкладка, о которой мы будем говорить. «Статистика», «Публикации ВУЗа» и «Мои события». В основном весь функционал библиотекаря сосредоточен на вкладке «Мой ВУЗ». И вот здесь мы видим основные пункты меню, которые и составляют основной функционал библиотекаря. Ну, вот мы, собственно, по этим пунктам и пойдем, добавив несколько пунктов, которые находятся в других вкладках. И в конце я еще поговорю, так сказать, россыпью о нескольких возможностях, которые, быть может, общие для преподавателя и для библиотекарей, преподавателя и студента, но о которых тоже стоило бы упомянуть в контексте нашего сегодняшнего вебинара. Итак, информация о подписке. Самое первое... Да, но мы не поговорили о самом первом вот этой вот вкладке, информация о ВУЗе. Сюда надо занести информацию о вашем ВУЗе, название, ну, несколько слов о нем. А еще здесь можно организовать структуру ВУЗа, ввести список преподавателей и список направлений, которые реализуются в вашем ВУЗе. Это может дать некоторые дополнительные возможности для преподавателей и для того, чтобы они заполняли свои личные пространства, рекомендованные ими литературой. Итак, информация о подписке. Это вторая строка в меню. Вот она. И состоит она из подвкладок, первая из которых информация о подписке. Здесь сосредоточены, собственно, все книги в виде разделов. Разделы открываемые, и в них можно дойти сначала до групп некоторых книг и, в конце концов, до кликабельного списка тех книг, которые вам доступны. Информация о подписке дает вам, собственно, информацию о том подмножестве изданий, которые реализованы у вас, из всех изданий, которые существуют в нашей ЭБС. То есть, если все издания в ЭБС могут занимать определенный объем, например, 130 или 140 тысяч книг, то вы можете подписаться на часть только этих книг, например, не подписаться на часть коллекций книжных, которая вам в данный момент не нужна. Так вот, информация о подписке дает информацию только о той части подписки, которая, собственно, вас и касается. Следующий подпункт – это движение фонда. И в нем вы можете проследить, как менялось содержимое ЭБС на протяжении всего времени вашей подписки. Тут надо ввести понятие «запомненное состояние ЭБС». Дело в том, что каждое состояние ЭБС не запоминается само по себе. Под состоянием я имею в виду мгновенное состояние, то есть, какие именно книги, издания, прошу прощения, в данный момент в ЭБС присутствуют. То есть, для того, чтобы проследить движение, вам надо создавать некоторые запомненные точки. Вот для этого существует кнопка, которая называется «Запомнить текущее состояние подписки на сегодняшний день». Желательно это делать настолько часто, насколько вы хотите запоминать состояние ЭБС. И все эти состояния запоминаются в базе данных. И, соответственно, потом каждое из этих состояний плюс одно состояние, которое можно назвать актуальным состоянием. Оно всегда доступно. Все эти состояния можно сравнивать друг с другом. Например, состояние на январь 2015 года с состоянием на июль 2019 года. А дальше по этим состояниям можно получить информацию о тех книгах, которые добавились, и тех книгах, которые ушли из ЭБС. Повторюсь, актуальное состояние всегда вам доступно. Если вы хотите сравнить какое-то прошлое состояние с тем, что существует сейчас, не обязательно сохранять, запоминать текущее состояние. Можно просто вот здесь выбрать в поле 2. В поле 1 надо выбрать одно из запомненных состояний. А в поле 2 можно выбрать одно из запомненных состояний после первого. Либо актуальное состояние. Одно из двух. И при этом вы получаете Excel-файл, в котором есть две вкладки. Добавленные книги и удаленные книги. Вот с полным списком того, что добавилось и что удалилось из ЭБС строго за этот период времени. Понятно, да? Если что-то добавилось, например, за период до этого момента, раньше добавилось, или раньше ушло, то в этом периоде оно отражено не будет. То есть тут отражается только то, что входит в вилку между первым и вторым состояниями системы. Надеюсь, это понятно. И такую информацию можно иметь в виде Excel-файла, дальше его обрабатывать или делать какие-то отчеты и так далее. Чуть позже мы увидим, потому что подобный же механизм с добавленными и ушедшими книжками мы реализуем и в другом пункте меню, который касается записи Русмарка. Следующий пункт – это рассылка. Здесь все просто. Если вы хотите подписаться на рассылку, у рассылки есть два типа – информационная рассылка и подписка на новости, то в информационной подписке можете просто отметить те виды литературы или те классы области, которые вас интересуют. И раз в определенное время вам будет приходить рассылка о пополнении в этой области, о том, какие новые издания появились у нас. Ну а подписка на новости – это если вы, в частности, если вы получаете подписку по нашим вебинарам, то вы получаете подписку на новости. Это то, что происходит в компании Директ Медиа со всеми ее проектами, не только с университетской библиотекой онлайн, но и, возможно, с какими-то другими проектами тоже. Пользователи. Вот пункт пользователей, он такой достаточно развернутый, и в нем есть много возможностей. В нем сосредоточена вообще вся работа с контингентом. Как говорить, не люблю это слово «контингент», но в вузах это слово принято. То есть под пользователями понимаются все пользователи, которые существуют в системе, которыми вы можете управлять. То есть все роли, кроме вашей высшей роли, корневого пользователя. А вот, другими словами, все студенты, все преподаватели и все абоненты организации. Вот в этом пункте можно ими управлять, то есть что-то исправлять в этих записях, формировать новые записи или удалять эти записи. Формировать новые записи можно по одному. Вот здесь, прошу прощения, так, давайте я сотру. По кнопке «Добавить пользователя». Вот здесь можно фильтровать список. Если у вас в списке несколько десятков тысяч пользователей, этой табличкой будет очень трудно пользоваться, поэтому можно отфильтровать по каким-то параметрам эту табличку. Табличку можно ранжировать. Вот здесь вот стоят такие кнопочки, по которым можно ранжировать. Ранжировать по увеличению или по уменьшению параметра. Ну и давайте рассмотрим чуть подробнее это. Значит, если мы нажимаем на кнопку «Добавить пользователя», появляется вот такая вот регистрационная форма, где надо прописать все подробно. Сейчас я вам покажу. Странно, я проверял недавно ранжир. Ну-ка, подождите одну минутку. Это не должно быть так. Сейчас посмотрим. Это я пытаюсь ответить на вопрос. О, да, видимо, что-то наше... Очень жаль. Видимо, наши разработчики что-то поправили. И я этот момент не отследил. Прошу прощения. Да, ранжирование в последнее время недоступно. И это очень обидно. На самом деле я поговорю с ними. В чем, собственно, дело. Ладно, хорошо. Да, хорошо, что вы мне сообщили. Совсем недавно еще я эту функцию наблюдал. Да, я сообщу. Хорошо. Так, дальше. Что еще? Еще можно обновить и импортировать пользователей таблицей. Вот. Давайте я не буду объяснять, как это делать, потому что я хочу вам показать сейчас учебный ролик, который это должен сделать. Вот так вот примерно выглядит внешний вид таблиц, который надо... Который можно скачать и который можно загрузить. Да. Ну и давайте я вам покажу ролик. В ролике, да, тоже будет сказано про ранжирование, про ранжируемость этой таблицы. Ну уж извините, я этот момент не отследил. Сейчас, одну минутку. Ой-ой-ой, прошу прощения, что-то у меня... Что-то у меня сегодня не то все происходит. Конвертация ролика не произошла. Давайте я вам пока расскажу про другие пункты. И если ролик успешно конвертируется, я тогда вернусь к этому моменту, и мы этот ролик расскажем. Давайте поговорим пока про другие возможности. Итак, показатели ЭБС. Это табличка, простая маленькая табличка, которая раньше была очень нужна, потому что ее характеристики отражали требования приказа 1953 отмененного в 2015 году, если не изменяет память. После отмены этого приказа значения таблицы все равно остались удобными, поэтому мы не стали убирать ее. Эта табличка, по сути дела, констатирует некоторые габаритные параметры нашей ЭБС. А раз, 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 я не вижу свое движение. Скажите, пожалуйста, вы хорошо меня слышите и видите? Да. Ну, значит, у меня только идет сильная задержка. Да, я прошу прощения. Возможно, связана с нагрузкой моего компьютера, хотя она вроде бы не такая большая. Ладно, тогда продолжаем. Итак, показатели ЭБС. Первые пункты показателей, они являются числовыми, они показывают некоторые габаритные параметры вашей ЭБС. Общее количество, общий объем фонда, то есть общее число изданий, которые входят в ЭБС. А это первый параметр. Количество учебников и учебных пособий, которые входят в ЭБС. Причем не просто количество учебников, а тех, которые изданы за последние 10 лет для дисциплин гуманитарного социально-экономического цикла за последние 5 лет. То есть это тот период устареваемости, который установлен нормативно. Далее, количество учебно-методической литературы. Количество научных монографий. Количество научной литературы вообще. Количество изданий художественной литературы. Ну, это для нас не главное, но она, тем не менее, у нас присутствует. Количество издательств. Количество наименований журналов, которые присутствуют в ЭБС. Ну, и в том числе количество журналов перечню ВАК. Да, спасибо за этот вопрос. Я как раз хотел еще раз напомнить. Это не вообще, это конкретно по вашему ВУЗу. И, собственно, в этом состоит удобство для отчетности данной таблицы, в связи с тем, что она показывает именно ваши конкретные параметры и ваш конкретный момент. А, да, кстати, если вы хотите, чтобы момент был действительно конкретным, вот на сегодняшнее число прямо, то, пожалуйста, нажмите на кнопку «Обновить», потому что иначе здесь показывается предыдущее состояние. Зачем это сделано? Ну, раньше у нас просто по каждому нажатию, к каждому вызову этой функции показатели ЭБС обновлялась система. Но для того, чтобы полностью в базе данных обновить эти данные, как правило, требуется пара минут. Иногда меньше, иногда больше. Но это вот немножко подтормаживает и неприятно. А не всегда вам надо знать с точностью книжки. Иногда вам надо просто напомнить какое-то конкретное число, поэтому мы сделали отдельную кнопку «Обновить». Если вам нужны точные данные на сей момент, вы просто на нее нажимаете и ждете определенное время, пока это все обновится. И да, это конкретно по вашему ВУЗу. Все эти данные вы, разумеется, можете скачать либо в виде таблички простенькой CSV, текстовая табличка с разделениями запятыми данных, либо в виде полноценной таблички Excel и сразу в Excel даже можете использовать это уже для дальнейшей обработки. О, к счастью, сконвертировалось видео, которое я хотел вам показать. И давайте вернемся тогда к пользователям. И я вам покажу это видео, учебное видео. На время видео я из эфира отключаюсь, но, разумеется, буду в чате, можете задавать вопросы. И еще раз прошу прощения, там будет сказано о ранжируемости, которой в настоящий момент нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Павел Калинников. И мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы с вами рассмотрим функционал библиотекаря, который называется «Пользователи» или «Работа с контингентом». Для того, чтобы перейти к этому сервису, мы должны войти в личный кабинет. Для этого нажмем одну из синих кнопочек, которая располагается в правом верхнем углу сайта. Нажмем на кнопочку «Мой ВУЗ», чтобы оказаться сразу в нужной вкладке. При нажатии на кнопочку «Мой ВУЗ» снизу открывается пространство, которое управляется верхним рядом вкладочек и в каждом из них вертикальном меню. Во вкладке «Мой ВУЗ» в вертикальном меню находим пункт меню, который называется «Пользователи». При нажатии на этот пункт меню высвечивается табличка со списком всех пользователей, которые уже были введены в систему. Давайте вкратце рассмотрим функционал сервиса пользователей. Для начала посмотрим, что за таблица высветилась. Здесь высветилась таблица всех пользователей системы в том порядке, в котором они были добавлены в базу данных. Теперь мы можем изменить этот порядок. Для этого существуют вот такие вот стрелочки у каждого поля. Давайте для начала отранжируем поле ID. Вот так вот мы отранжировали от старшего к младшему, а сейчас наоборот от младшего к старшему номеру. Наверное, наиболее удобно пользоваться ранжированием по логину, имейлу. Давайте теперь отранжируем таблицу по фамилии, имени и отчеству. Ну вот табличка отранжировалась. Мы видим, что сначала идут пустые поля. Мы можем еще раз нажать и отранжировать в обратном порядке. Вот вы видите, что теперь фамилии идут с конца алфавита, в данном случае с буквы «Ш». Давайте снова отранжируем сначала алфавита и попробуем произвести повторное ранжирование по другому параметру, например, по типу пользователя. Вот при нажатии на кнопочку ранжирования мы увидели, что впереди появились преподаватели только. И обращаю ваше внимание, что внутри категории преподавателей сохранилось предыдущее ранжирование, которое мы проводили. Это ранжирование по фамилии, имени и отчеству. То есть внутри всех преподавателей, а их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идет ранжирование по алфавиту, по фамилии, имени и отчеству. Так же происходит с любыми двумя подряд идущими ранжированиями. Предыдущее ранжирование, оно сохраняется как ранжирование второго приоритета. Ну давайте еще раз посмотрим, какие здесь есть поля. Это те же самые поля, которые существуют при добавлении нового пользователя. Ну за исключением, наверное, поля ID, которое присваивается базой данных автоматически. Что можно сделать с вот этими полями? Прямо в табличке можно отправить пользователю письмо с его параметрами доступа. Это письмо уйдет по вот этому адресу. Что мы еще можем сделать? Удалить пользователя из системы. Или редактировать параметры пользователя. Ну вот мы можем поправить фамилию, имя, логин, mail или переопределить пароль. Если ничего здесь не делать, то пароль останется прежним. Если написать пароль явно, то он переопределится. Мы этого делать сейчас не будем. Простейшие операции, которые можно сделать с этой табличкой. Ну, во-первых, поискать по каким-то параметрам. Например, ну вот у нас сейчас здесь всего 300 пользователей. Если бы у нас было 30 тысяч, то найти что-нибудь в этой табличке было бы достаточно проблематично. Ну и в этом случае поиск, конечно, очень сильно помогает. Ну давайте попробуем. Найдем всех пользователей с именем Павел. Да, и таким образом я хочу показать, что здесь можно вводить не полное поле, а любые подряд идущие символы из этого поля. Найдем таких пользователей. Ну вот мы видим, что нашлись два пользователя. Один из них это я. И еще один пользователь, еще один Павел Максимов. Таким образом можно вводить фильтрацию в эту табличку. Сбросим этот фильтр и снова перейдем к полной табличке. Что еще можно делать? Можно просто добавить еще одного пользователя, нажав на вот эту вот кнопочку. Здесь мы видим те самые поля, которые есть у нас в табличке. Фамилия, имя, отчество, email, логин и тип профиля, который вы должны обязательно выбрать. Это преподаватель, студент или пользователь организации. Это роли или типы профиля, которые определяют те права, которые будут доступны данному пользователю. Преподаватели и пользователи организации отличаются от студентов в основном расширенном личном кабинетом, в котором они могут производить некоторые действия, связанные с выполнением их обязанностей. Итак, ну вот самое простое мы видели. Мы можем зарегистрировать еще одного пользователя. Однако, если у вас много пользователей, вы можете воспользоваться массовыми операциями, такими как обновить или импортировать пользователей таблицей. Вот мы нажали на вкладочку, которая переводит нас в функционал загрузки таблицы. Здесь мы можем прочитать инструкцию по поводу того, как должна быть использована данная опция. Внизу этой инструкции приводятся примеры того, как эти таблички должны выглядеть. Табличка для обновления данных отличается от таблички импортных данных одним-единственным полем, уже заполненным ID. Это означает, что пользователь уже существовал в системе, и его не надо вновь создавать, а надо переопределить его параметры. Чтобы не создавать такую табличку с нуля, вы можете просто скачать эту табличку по этим вот ссылочкам. Ну давайте вот скачаем пример таблички для обновления. У нас скачалась форма записи для обновления данных такого вот вида. Начиная с четвертой строки, вы можете заполнять произвольное количество строк, которые могут быть введены в электронную библиотечную систему. Эти строки не обязательно набирать вручную. Вы можете воспользоваться сведениями, которые есть, видимо, в информационной системе вашего ВУЗа. И тогда это будет достаточно просто и почти автоматически сделано. Ну, по крайней мере, некоторые поля из этой таблицы могут быть заполнены таким образом. Ну и последнее, что мы еще с вами не посмотрели, это возможность скачать весь список ваших пользователей в Excel-овскую таблицу. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого служит иконка рядом с обозначением количества пользователей, которые зарегистрированы в системе. Нажмем на нее. Вот файл загрузился. И давайте мы его посмотрим. Вот этот файл. Это та же самая табличка, в которой есть ID пользователя. На сей раз фамилия, имя и отчество полностью. Есть информация об учебной группе. Ну, эту возможность мы не будем сейчас рассматривать. То есть, логин, мейл, дата рождения, тип пользователя. Он может быть обозначен как студент, абонент организации или преподаватель. Сведения об активации аккаунта, о наличии доступа и о дате регистрации. То есть, тут немножко больше данных, чем в той табличке, которая высвечивается непосредственно в интерфейсе EBS. Ну и последнее, что я хотел бы заметить, что ваш личный аккаунт как библиотекаря в этой табличке не отображается. И править вы его не можете. Это происходит потому, что библиотекарь это пользователь с высшими правами. И аккаунт библиотекаря, он создается непосредственно администраторами электронной библиотечной системы вручную. И присваивается вам также вручную. Ну что ж, мы познакомились с сервисом пользователя в личном кабинете библиотекаря. Тема нашего ролика исчерпана. До свидания. До встречи в новых учебных роликах. Спасибо, что внимательно слушали. А мы с вами продолжим вебинар. С показателями, я надеюсь, мы тоже разобрались. Теперь по поводу книгообеспеченности. Вот по поводу книгообеспеченности я вообще не хочу сегодня ничего говорить. А просто хочу пригласить вас на завтрашний вебинар, который проведет Артем Захватаев, наш руководитель отдела разработки. И он расскажет как о том, что уже реализовано, так и о том, что ожидается в ближайшее время. Вот прям на острие нашей разработки. Расскажет завтра. И давайте я вам еще раз заброшу ссылку, вот эту вот ссылку на регистрацию на его вебинаре. А если кто-то из вас был на прошлых моих вебинарах в прошлом году, в прошлом году подобные вебинары ввел я. Но в этом году мы решили привлечь наших разработчиков к подобного рода вебинарам. Так, что-то я прошу прощения, я не то скопировал. Сейчас, одну минутку. Сейчас удалю лишнее. И тогда вам эту информацию опубликую. Так, вот эта информация. Так, что кто интересуется вопросами реализации функционала книгообеспеченности у нас в ЭБС, милости просим на завтрашний вебинар Артема. Поэтому пойдем дальше. Как из нашей ЭБС взять записи Русмарк? Для этого есть следующий пункт меню. Вот этот вот. И дальше можно выбрать объект, по которому вы хотите выбрать записи. Это может быть раздел, либо коллекция какая-то. Далее все происходит примерно так же, как в одном из предыдущих пунктов, когда мы говорили о состоянии системы. Есть некие запомненные состояния, которые вы можете выбрать. И между этими запомненными состояниями или актуальным состоянием выгрузить все записи Русмарк по выбранным разделам. Можно выгрузить и безотносительно к диапазону, то есть вообще все. Какие могут быть форматы? Четыре формата поддерживаются. ISO Windows 1251. Ну, этот формат, наверное, уже устаревший, но тем не менее для совместимости. ISO UTF-8. Это формат Unicode-овский и, наверное, наиболее актуальный на нашем настоящем состоянии. Эти два формата, они нужны, собственно, для того, чтобы загружать их потом в какую-то другую систему, например, в Abyss. Текстовый формат. Ну, этот формат применяется в основном для контроля, чтобы глазами это все читать и видеть, что же именно экспортировалось. Ну, и, наконец, формат XML, он важен тогда, когда вам нужна совместимость с какой-то самописной системой. XML – это тот формат, который очень любят программисты и которые с удовольствием его на вход в свои собственные системы берут. Поэтому такой формат тоже нами поддерживается. Ну, и, наконец, можно выбрать способ группировки. Либо... Каждый файл по одной записи. Тогда будет выгружено множество файлов. Обращаю ваше внимание, что это не надо делать, если вы выгружаете большой объем информации. Тогда у вас будут десятки тысяч файлов, с которыми вы потом не будете знать, что делать. Есть другой формат. Это все записи одним файлом. Ну, и есть такой промежуточный способ группировки блоками по тысяче записей. А вот, вроде бы, для контроля это такой оптимальный формат, чтобы файл не был очень сильно большим, и, с другой стороны, много файлов не было бы. Что касается состояния системы, то тут интерфейс абсолютно такой же, как мы рассматривали в начале вебинара. Одно из состояний запомненных, плюс другое состояние, которое позже было сохранено, либо актуальное состояние. Вот поле 1 и поле 2, в котором вы должны обозначить следующее за ним состояние. И можно по кнопке «Либо добавленные книги» в формате XMark получить, либо удаленные. Либо то, либо то. Ну, либо здесь можете запомнить текущее состояние, если сегодняшний день чем-то важен. Например, какое-то большое обновление состоялось, ну, или еще по какой-то причине. Вот. Отказы или недоступный контент? Может случаться так, что по ходу своей работы с ЭБС студенты будут, ну, студенты или преподаватели будут находить какие-то книжки, которые есть у нас в ЭБС, но которых нет в вашей конкретной подписке. В этом случае будет... Само чтение будет высвеченной информацией о книге полная, но само чтение будет недоступно. Вот. И в этот же самый момент в нашей базе данных отмечается транзакция, что книга была запрошена, та книга, которая была недоступна, была запрошена. И через некоторое время, после начала вашей подписки, вы можете уже подвести некий итог и посмотреть статистику, какие же книги из недоступных были наиболее часто запрошены, ну, и, соответственно, сделать выводы на следующую вашу подписку. Может быть, какие-то книги или какие-то коллекции придется докупить для того, чтобы восполнить существующие потребности ваших студентов. Ну, а, может быть, вы сочтете эти потребности, несмотря на то, что много запрашивалось книг, сочтете их недостаточными для того, чтобы подгружать. Это уже на ваше усмотрение. Вот. Здесь вы можете задать тоже начало и конец периода, но в данном случае уже эти периоды не являются запомненными состояниями. Это любое календарное число. Вот, то есть, тут вы можете выбирать любой период и по нему получать вот эту информацию. Также вы можете эту информацию скачать в виде Excel-файла и потом уже анализировать не онлайн это все, а в виде Excel-файла. Статистика контента. Статистика у нас находится на отдельной вкладке, не на вкладке «Мой ВУЗ», а на вкладке «Статистика». То есть, здесь есть специальная вкладка для этого. И на этой вкладке есть пять подвкладок. Четыре из них действующие, одна из них устаревшая, которые мы поддерживаем для совместимости со старым функционалом. Это скачанные ресурсы. Когда-то достаточно давно мы предлагали книжки на скачку в зашифрованном виде. Потом эта функция оказалась невостребованной, мы ее удалили. Но, тем не менее, для сохранения статистики эта кнопочка здесь, точнее, эта подвкладочка здесь сохранена. А актуальными являются следующие виды статистики. Просмотренные ресурсы, статистика посещений. Просмотренные ресурсы, если говорить общими фразами, это о книгах. Статистика посещений – это в основном о контингенте, то есть кто что посещал. Рейтинги – это об издательствах. Ну и каунтер, о нем отдельно поговорим. Это статистика, использующая определенные стандарты подсчета цифр, подсчета этой статистики. Итак, первое – просмотренные ресурсы. В просмотренных ресурсах отражаются издания по рейтингу, то есть по мере их запросов. Вот здесь показано, сколько здесь страниц запрошено и прочтено. Ну, прочтено или нет, конечно, сказать мы не можем, но, по крайней мере, эти страницы были просмотрены. Если мы нажмем на вот эту кнопочку для уточнения, то получим достаточно полную информацию уже по тому, кто именно запрашивал из ваших аккаунтов, кто именно запрашивал эту книгу и какие именно страницы были запрошены. И так по всем людям, которые эту книжку запрашивали. Запрос на эту информацию можно также делать по периоду. И этот период в данном случае тоже не зависит от запомненных состояний. Просто берете два любых числа – начало периода и конец периода. Информацию также можно фильтровать по ID пользователя. То есть вот здесь, если вы указываете ID пользователя, информация будет только по тем книгам, которые этот конкретный пользователь читал. Ну и, наконец, можно запросить краткую или полную форму. Это касается сохранения в Excel-виде, где можно получить информацию о страницах, прочитанных, либо ее убрать, если вы считаете, что она излишня. Информацию можно выгрузить в формате Excel и, опять же, посмотреть ее в виде таблички. Второй вид статистики, который мы рассмотрим, – это статистика посещений. Как я уже говорил, – это статистика по пользователям. И здесь мы также можем выбрать период времени. Опять же, в независимом формате, то есть с любой даты по любую. Опять же, можем отфильтровать по ID пользователя, то есть взять информацию только по одному пользователю, потому что, если брать по всем пользователям, то может получиться так, что это очень длинная портянка получится. Если вам нужен конкретный пользователь, можете посмотреть. Ну, например, если вам интересно, что читает ваш ректор, хотите узнать его предпочтение, то можете его ID задать и сразу получить эту информацию. Здесь есть еще один нюанс, которого нет в других видах статистики – это диапазон группировки. диапазон группировки бывает либо месяц, либо неделя. То есть можете получить информацию укропненно либо по месяцу, либо по неделю. Информация выдается в следующем виде. Сначала все виды пользователей группируются по их ролям или по типам доступа. Первая организация – это вы, то есть это корневой пользователь организации. Вторая – это все преподаватели. Ну и третья – все студенты. Могут быть еще четвертый тип, но который редко достаточно используется – абонент организации. Здесь вот три вида. Первое – это, собственно, про вас. Ну и про всех тех людей, которые входили под аккаунтом корневого пользователя. Можете посмотреть про себя, что вы читали, как интенсивно и с разбивкой по месяцам. Вот так выглядит… Да, сначала эта информация закрыта. Чтобы ее открыть, надо нажать на вот эту кнопку. Ой, прошу прощения, промахнулся. Сейчас нарисую заново. На вот эту кнопку. Вот. И тогда информация раскроется. Здесь вот раскрылась информация, например, по ноябрю. Ну, у нас тестовые вузы, поэтому всего три пользователя читала наши книжки. Вот столько-то один пользователь, столько-то другой, столько-то третий. Преподаватели в данном случае под пользователями, понимается, преподаватели. Здесь информация о том, сколько было авторизаций. Ну и здесь ID этого пользователя. Вот. То же самое можно узнать по студентам. А, да, вот внизу тут еще есть информация, которая иногда возникает, но чаще всего ее нет. Это если нехватка сессий. Если вдруг случилось такое массированный налет студентов на ЭБС, и в какой-то момент сервер не выдержал нагрузки, это редко случается, но иногда может быть, то здесь может быть информация о нехватке сессий. То есть, допустим, из полутора тысяч человек 250 не смогли пойти в какой-то момент времени. Вот об этом тоже будет информация. Ну и следующий вид статистики, достаточно простой, это рейтинги. И здесь рейтинг издательств. Ну, тут все очень просто. Просто перечисление издательств по сверху вниз по уменьшению количества просмотров книг этого издательства. Ну, здесь в нашей тестовой, в тестовом УВУЗе наше издательство, оно на первом месте. Да, не факт, что это будет у вас, конечно, так. Ну, по крайней мере, здесь вы можете посмотреть, какие издательства для вас важнее всего. И на основе этой информации, вместе, разумеется, с информацией об отказах, получить информацию о том, какие же дополнительные книжные коллекции для вас важны, а какие нет. То есть, какие, может быть, добавить, а какие убавить при следующей подписке. Вот отчет по каунтеру. Вот это последняя под вкладка, в вкладке статистика. Здесь вы можете получить информацию, правда, только в формате Excel. Это делается вот по кнопке выгрузка Excel. И 9 форм отчетности мы поддерживаем по стандарту каунтер. Стандарт каунтер позволяет сравнить разные электронные библиотеки между собой по одинаковым статистическим параметрам. Дело в том, что, как правило, любая собственная статистика любых электронных библиотек, она привязывается к каким-то удобным для конкретно этой библиотеки параметрам. А раз они удобны для конкретно этой библиотеки, значит, иногда может получиться так, что сравнивать две разные электронные библиотеки будет очень трудно. Поэтому был придуман такой формат каунтер, где вся статистика стандартизована и понятно, какие параметры сохранять, какие не сохранять и как их сохранять. И если вас это интересует, то можете и воспользоваться для сравнения характеристик нашей ЭБС с характеристиками других ЭБС или других электронных библиотек. Собственно, вот, да, повторюсь, это можно сделать только в формате Excel. Выгрузить эту табличку. Ну и последние несколько пунктов, о которых я хотел рассказать, это поисковые выборки. Еще пару экранов вам покажу. Это то, что доступно и другим пользователям, но может иметь интерес для библиотекаря, и в том числе с точки зрения статистики по данному функционалу. Первое, о чем я бы хотел сказать, это поисковые выборки. Поисковые выборки. Суть очень проста. Когда вы ищете поиском, то у вас есть некая поисковая выдача. Поисковая выдача вот такая вот какая-то, да. Много книг, которые в ряд их. Поисковая выдача может быть достаточно большой, несколько десятков или сотен даже книг. Но если сотен, то значит вы плохо искали, значит надо какие-то уточнить, делать какие-то уточнения. Но тем не менее, поисковая выдача означает, что вас интересуют из этой поисковой выдачи только некоторые книги, не все. И не всегда вы можете понять по их названиям, нужны они вам или нет. А для этого надо их почитать хотя бы что-то. Возможно даже первые несколько страниц. Но прерывать процедуру поиска на просмотр книги это не очень правильно. Более правильным пунктом является то, что те книги, которые заинтересовали, сначала сохранить в виде поисковой выборки. То есть обозначить вот здесь, вот, сохранить выборки, галочку поставить. Поставить несколько таких галочек по всей поисковой выборке и потом нажать на вот эту кнопку, висячую кнопку, которая никуда не уходит. То есть выборку вы пролистываете, а кнопочка все равно висит слева. И сохранить это в поисковую выборку, дать этой выборке какое-то название. Ну и она сохранится в личном кабинете того, кто это делал. Но она сохранится не только в личном кабинете того, кто эту выборку делал, но и в вашем личном кабинете библиотекаря. Вы имеете возможность просмотреть поисковую выборки как себя самого, так и любого из списка пользователей вашей библиотеки. Поэтому вот эта часть личного кабинета, она у вас похожа на часть, которая есть у студента, но несколько усложнена. Итак, для того, чтобы посмотреть какую-то поисковую выборку, вам надо выбрать сначала вкладку «Мои события». На этой вкладке выбрать пункт «Поисковые выборки». Пока все так же, как у студента или у преподавателя. Дальше выбрать категорию пользователей. Ну, понятно, если вы хотите свои выборки посмотреть, просто нажимаете вот сюда. Если нет, выбираете категорию выборок. Категорию пользователей, например, выборки преподавателей. Далее находите того преподавателя, который вас интересует. Например, вот я выбрал этого условного преподавателя. Это лауреат Нобелевской премии Алексей Алексеевич Брикосов, уже ушедший от нас. Но я его ввел просто как пример пользователя-преподавателя, чтобы была какая-то известная фамилия. Дальше у каждого пользователя есть несколько выборок. Ну, может быть, несколько выборок. То есть, каждая выборка будет поименована. Вот, например, здесь есть выборка под названием «Физика и технологии», и есть выборка под названием «Экономика». Ну, и в каждой выборке уже есть кликабельный список. Так, это третий пункт, да, это четвертый пункт, выбор конкретного человека. Пятый пункт – это выбор имени выборки. Ну, и, собственно, шестой пункт – это выбор конкретного издания, который вы можете посмотреть, кликнуть на книжку и посмотреть, что же там есть. Вот, таким образом вы можете все поисковые выборки просматривать для каждого своего студента или преподавателя. Достаточно удобный функционал, на мой взгляд. Ну, и еще то, что доступно всем, но для вас может быть особо интересно, это вот последние наши изменения, о которых мы осенью говорили. Многофункциональный каталог и многофункциональный поиск. Каталог и поиск, которые находятся на нашей главной странице, в последнее время претерпели изменения и улучшения. И изменения и улучшения именно в сторону удобства поиска, ну, поиска и там, и там все равно, поиска, отбора или поиска книг образовательного характера. То есть тех книг, которые непосредственно нужны для обучения. Если старый наш каталог и поиск, он был более, напоминал традиционный библиотечный поиск, и там удобнее было искать книги вообще, издания вообще, то здесь есть особое удобство для поиска именно учебных книг по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, внутри по уровням образования, по конкретным дисциплинам, по типу издания, там учебные литературные издания, научные издания. Вот, то есть можно выставить вот такие вот ряд фильтров, по которым вы хотите это отобрать. И далее, либо в каталоге, либо в поиске, в поиске происходит те же самые набор фильтров, можно использовать. Можно произвести уже более тонкий поиск, и уже даже внутри поиска дальше поискать. Например, вот пошел поиск по какому-то, ну вот здесь не написано по какой фразе, да, а дальше мы видим, что вот по этой фразе нашлись книжки с вот таким вот, по 10 разным дисциплинам. Если, например, вам нужна дисциплина только программирования, то из вот этих 83 документов еще выбираете только программирование, и остается только 8 книг. То есть уже вполне обозримый объем того, по чему можно искать. Такие же фильтры есть по авторам, по издателям, по датам и по жанрам. Ну вот, если вкратце, то вот так. Подробнее эту информацию я рассказал, это был самый первый вебинар в этом году, и Артем Захватаев, каждые два месяца у нас теперь проводится вебинар, который называется «Новинки ЭБС и других проектов Директ Медиа». Вот он об этом рассказывает тоже. На этом у меня на сегодня все. Мы с вами сегодня ровно в час уложились, и это здорово. Если у вас какие-то вопросы, то, что у вас есть предложение, я уже понял, что я попрошу наших разработчиков вернуть ранжируемость, узнаю, почему этого нет. Честно говоря, для меня это тоже было неожиданностью. Лариса Анатольевна, а вы входили при этом под записью корневого ли пользователя или под записью преподавателя, например? Под логином. Это очень странно, и это повод обратиться в нашу техподдержку. Потому что, ну, сейчас, разумеется, я не могу понять, почему это делается. А если вы обратитесь в техподдержку, то они разберутся конкретно на примере вашего логина, пароля, посмотрят, почему это так. Ну что ж, тогда вам тоже всем спасибо. А, да, я же забыл вам сообщить о том, что я прямо сейчас выдам вам сертификаты, которые можно будет оплатить, если вам необходимо, и в дальнейшем использовать. Одну секунду. Это я делаю прямо сейчас, поэтому извините, что на это потратится лишняя минута вашего времени. Ну, кому это важно, может, эту минуту, наверное, подождать. Так, уже скоро-скоро. Закачиваю информацию. Выделяю. Выдаю. И отправляю на почту. Так, уважаемые коллеги, вот с этого момента доступны для приобретения... Сейчас скажу, где. Вот по этому адресу доступны сертификаты. Вот, ищите себя. Там область поиска, ищите себя, либо по фамилии, а лучше по своему имейлу. Появляется кнопка оплатить сертификат. Оплачиваете посредством Яндекс... Яндекс.Деньги, по-моему, это называется... Яндекс.Касса, прошу прощения. Вот. И тут же появляется возможность скачать сертификат. Просто еще раз себя находите, еще раз вызывайте тот вебинар, который вам интересен, который вы только что оплатили, тот сертификат. И вместо кнопки оплатить появляется кнопка скачать сертификат. Этой кнопкой вы можете воспользоваться в любой момент времени, хоть сразу, хоть через несколько дней или через несколько месяцев. Она, по идее, доступна постоянно. Ну вот, у меня все. Да, еще хотел отметить, наверное, вы обратили внимание, что моя сегодняшняя презентация доступна для скачивания в разделе ресурсы. Нажатием на зеленую кнопочку рядом с названием файла презентации вы можете скачать ее к себе на компьютер. Ну, на этот раз все. Спасибо вам за внимание. Жду вас на наших вебинарах. Завтра у Артема Захватаева, который расскажет про книгообеспеченность. И в пятницу на моем вебинаре я буду рассказывать про арт-портал. Всего доброго. До новых встреч в Директ-Академии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok